всем доброго дня друзья пришло время подвести итоги голосования по продолжению турнира моего кто не в курсе я проводил голосование на то как мне продолжать турнир так как я остановился на четвертом этапе и у меня возник вопрос что сам себе что все-таки не совсем справедливо протаскивать осера в полуфинал только из-за того что он ну там разнес несколько бойцов новым не по турниру разнес а в том что я им дрался там с несколькими ну и он так себя хорошо зарекомендовал так как я подумал что есть бойцы наверняка не хуже него которые проиграли там в первом и во втором этапе который в принципе наверняка тоже могут побить многих героев из третьего этапа как сделал это асир вот и я решил там провести голосование что стоит ли мне растягивая турниры давать шанс бойцам которые проиграли один раз и уже по мере того кто проигрывает два раза полностью вылетает я посчитал что это более оптимальный вариант так как понятно что как я уже говорил в начале турнира что чтобы более менее точно понять какой герой лучше это надо чтобы он подрался со всеми но так как это вообще будет очень долго я посчитал что да мы растянем турнир но он все равно будет намного короче нежели драться каждый с каждым и я думаю что если дать каким-то героем еще один шанс я думаю более объективно это будет нежели когда он проиграл всего один раз понятно что в первом этапе процентов там я не знаю 60 70 видно что они для своего уровня только годятся то есть брать например того же там я не знаю кого зехира например или там я не знаю кто так ибо они там ну не многих побьют то есть ну с кем-то они будут впритык драться большинство особенно из мод и героем они проиграют или например взять того же аларика то есть мы видели как он выносил ну со всеми с кем он дрался он проблем насколько я помню вообще не с одним героем не испытал то есть такие понятно да и достаточно провести несколько боев и все будет ясно но с другой стороны опять же кто знал вот что осир например не попадина джали бы мог также выносить всех и вся хотя в первом этапе он когда за него играл федор он проиграл тоже такую боец не совсем однозначно вот в общем ладно по голосованию было голосование я посмотрел в принципе активность была ну такая достаточно средняя то есть если так в общем брать на 100 просмотров где ты проголосовал человек 10 12 в общем ну я то есть то есть я после того как я выложил видео в этот же день народа отписывался писал свои варианты вот и уже на следующий как бы активность угасла я подумал что в принципе мне уже эти голосов достаточно потому что понятно можно россиян гласан там на неделю на месяц но я опирался на тех кто в большей мере заинтересован турниры то есть это вот первые люди которые написали поэтому я посмотрел на голоса в общем мнение разделились где-то примерно половина на половину выбрали первое половина выбрала первый вариант чтобы я стал все как было то есть осир сразу в полуфинале и остальные там как было дерутся и все вот за второй вариант никто не проголосовал и половина проголосовал за третий вариант который которому я сам склонялся то есть растянуть турнир дать шанс тем кто проиграл раз чтобы может из них мы выберем еще какого-то фаворита помимо осира потому что ну действительно я считаю это не совсем правильно хоть у меня сер я тоже осиру очень симпатизирую но и там я говорю есть бойцы которые тоже в принципе достойны поэтому пусть уж в честном бою они выбираются кто будет играть в полуфинале вот так вот так как голоса примерно разделились чуть больше проголосовал за третий вариант но я посчитал ладно третий вариант тогда будем растягивать турнир прошу прощения тех кто всем сердцем болеет за осира но я выбираю более справедливо может так сказать вариант хотя опять же тут сейчас опять вдруг асир опять попадет на какой-нибудь герой проиграет ему другой менее достойны который допустим бы проиграл всем проигравшим из третьего этапа там фриде например или эльфини а у меня сер вроде сам с собой он всех их обыграл ну что поделать опять же если что в одиночных боях мы будем какие-то бои перепроверять а так хоть будет честнее поэтому принято решение мы увеличиваем турнир и после того как я с федором мы до завершим боев 4 этапа три победителя этого четвертого этапа будут ждать трех победителей турнир топ турнир и так сказать тех кто по те кто проиграл один раз вот эти участники акси летос зихир джалип право наиба джованни свея биара эрин марбас разок дэйдра хельма ирана шак каракут куджин толгар вот ну в общем в вопросе я это все демонстрируем еще раз показывают для тех кто может быть будет смотреть позже так как то видео я в плейлист не буду включать а это будет чтобы те кто не совсем понял что и почему как изменилось было более менее ясно вот в общем они посеяны но встречается между собой так же как ну так же как если бы они выиграли своих первых оппонентов то есть они друг на друга вот то есть во втором этапе они попадают на героев которые проиграли во втором этапе основной сетки то есть это будет у нас доп сетка а то основная вот ну кто внимательно следить затронем помнит всех этих бойцов я не буду слишком много рассказывать вот смотрите предыдущие видео так уже вкратце говорю для тех кто опять же повторяюсь там прослушал где-то или не совсем в курсе вот потом на третьем этапе опять же они встречаются между собой то есть например аксель летос потом властелин ну либо властелин и будет драться зихир джалип либо рантир вот но я старался уже подсовывать вот те кто проиграли во втором и в третьем этапе так чтобы они как можно позже пересеклись с теми с кем они например уже воевали в основной сетки но чтобы можно было посмотреть как герой себя чувствует в бою с другого типа героя например там тот же аластер например мне все было интересно как бы он дрался с тем у кого там иммунитет к разуму там с нежитью например то есть вот как асиру не повезло с назиром что у него не было никакой защиты от огня и там антимагии вот так же аластер бы если попал в первом этапе на каком внешнем что мы сразу бы вылетел в принципе тоже поэтому еще за счет вот этого надо дать еще один шанс вот ну в общем и три победителя которые выйдут как финал доп сетки этой турниры поигравших и будут ждать уже те три победителя основной сетки вот и уже если кто-то из тех кто один раз проиграл победит того кто ни разу еще не проиграл то уже там будем смотреть то есть составляет но я уже буду смотреть как что произойдет там составляет либо сетку полуфиналов либо дам шанс тому кто проиграл но еще не ну один раз например тот же аларик у нас уже вышел в этот в полуфинал допустим что он проиграет кому-нибудь то есть он проиграл один раз и мы попробуем как-то соединить его с другим бойцом который тоже один раз вот если же все трое выигрывают всех тех кто два кто один раз проиграл ну то есть получается они все ни разу не проигрывают то уже я там буду думать либо будем делать финал из трех либо все-таки самого достойного в полуфинал засунем который даже два раза вот но конечно это будет не совсем правильно но как то вот так поделан то есть там уже будут эксперименты может они между собой там подерутся как то если все проиграют по разу между собой то победителя может сказать не особо не будет либо там в общем ближе к финалу я там посмотрю че и как сделать вот но основная основное правило такое кто проиграет два раза тот полностью вылетает вот а те кто один раз проиграл тот идет дальше ну то есть до самого конца надеюсь более менее понятно объяснил будут какие-то вопросы пишите постараюсь объяснить вот но еще раз говорю выиграл третий вариант за продолжение турнира в более широком формате то есть будем играть теперь сетку которую уже проиграли один раз и уже смотреть кто чего достоин хотя опять же повторюсь большинство из тех кто проиграл в первом этапе они в принципе но с ними и так понятно кто чего достойно кто чего недостоин то есть шансов не будет маловато хотя кто знает ну и давайте посмотрим куда у нас ассир попал которую мы хотели сразу в полуфинал впихнуть пока он пойдет сетки вот попал меня на биару эрин так ну и здесь если что марбас разок николас но в принципе таких читерных я так на первый взгляд смотрю нету типа назиры поэтому если асир действительно силен он должен этот доказать выиграв по своей сетки но и пройти в полуфинал то есть бойцы в принципе у него но против него враги несложные из так смотреть то есть нет этого читерного назира то есть он в принципе у меня выиграла посложнее героев поэтому те кто болеет за асиры я думаю шансы у него есть так и так пройти поэтому еще раз прошу прощения тем кого чей вариант не принял то есть не про не вывела сера сразу в полуфинал и не стал заканчивать турнир и и возрадуясь те кто просили расширение турнира в общем всем пока добиваем полуфиналы и уже встречаемся на сетке бойцов кто проиграл один раз с вами был 5 по 74 всем удачи и пока а